Смирь! Ура! На скалях! Смирь! А кого спросить, кто организовал? Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий житель села Боровая. Да. Он не хочет прокомментировать человека, что тут происходит. Смирь! Месть за что? Тут появляются церкви, спорта патриотатами. Да, да. Смирь! 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 Вони пропагандуют сепаратизм. Смирь! 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 И он патриот. А что вы хотите? Я хочу, что вот это, что занимается. Религия здесь ни при чем, ребята. Ни при чем. И то, что вам говорят, что вы платите деньги московским попам, это все херня. Это я говорю как отец, сына, который знает, таскал наших ребят. Итог вашего разговора. Итог, что вы херню занимаетесь. Вы делите людей. А вы кто такой? Я не хочу, чтобы наших людей селян сталкивали с вами. А вы кто такой? Я житель села этого. Так вы не понимаете, что это такое? И понимать не хочу. Правильно? Еще нужно и знать, кто из нас сепаратит. Что ты своим московским причем нашу гаду? Что вы говорите? Что ты своим московским причем нашу гаду? Який московский? Ты! Московский! Ты! Из вас хоть кто-то библию читал евангелие? У нас сейчас мова про незаконную забудивлю. Нема значения, какая забудивля. Нет, вот мужчина сказал. Законная забудивля у нас сидят. Мало того, подсадена электрика. Мало того, вот тут шевалю библию плачет. И не платится ничего. Идет законная забудивля. Что мы сейчас назад поставили камень или что? Я ничего не хочу. Ничего не хочешь? Я как верующий человек. Я не могу постоять сторон. Я просто пришел и высказал точку зрения. И все. Ваша точка зрения. Ваша точка зрения. Мужик, если ты такой грамотный, иди в АТО. Понимаешь? У нас тут АТО. Я имею право. Потому что мой сын, я говорю. Такой же патріот. Давай, давай. У 14-му році. У середину, 14-му році. У литни, у червьи місяці. У центра села. Встали все конфесії, которые есть в Украине. Православный церкл, Київский патрехат. Греки, католики, католики. Мусульмане. Бахтисты. Молились за мир в Украине. Разом. Все разом. Кринь московского патрехата. Я вам скажу. Кринь московского патрехата. Если бы у тебя спросили советы, то можно было посмотреть. Тебе никто ничего не спрашивает. Люди пришли свои вопросы решать. У червоной мотовелевцы открыли московскую патрехатку. Я знаю. Отец Роман. Я хожу. Поедут нам. Будь ласка, досить бурлит там. У нас там не убрали. У нас там не убрали. Я не знаю. Я не буду говорить, что ты ласка. Так интересное мое мнение. Я возил бабло. Понимаете. И вот это они все за бабло. И вот это они все за бабло. Ребята, если бы верили и знали по-настоящему. И читали. Мы поговорили. Была держава киевская Руссия. И Москва пешла за Киев. Шановны, а можно хоть один аргумент за то, что они працуют тут за гроши. Хочу один аргумент. А вы кто? Я Дмитрий, вы кто? Я Влад. Хорошо, вы представитель этой акции организатора или что? Нет, я не организатор, я просто пришел на акцию. Всевучастник. Всевучастник, да? Ну хорошо, вы что это считаете нормальным? Надо было забрать людей этой конфессии. Нужно ли им это или им не нужно? Как вы думаете? А теперь давайте я скажу. Сбирались уже несколько раз тут. Даже не осталось даже сюда. Сбирались уже два-три раза тут спори с представниками Владик, с представниками цієї церкви. Дійшли до того, что ця прибудова является незаконною. Немає ніяких... Это второй вопрос. Почекайте, пожалуйста, я закончу. Почекайте, пожалуйста, я закончу. Немає ніяких документов на то, что... Героям слава. ...что эту забудову мают право тут ставить. Приезжали полиции, дали акцию про незаконную забудовку. Багато разів вертали этих людей с проханием, что оформить, пожалуйста, я спросил, вот, я спросил, говорю, в чем причина, он говорит, незаконная будильничка. Нехай сносится, что оно незаконное. Я говорю, а как оно было бы законно? Тоди бы никто, наверное, не трогал. Спитайте. Потом бы было критая. В него спросите. Вы 50 раз виноватите гипостатичных незаконных действий? Если бы сказали, а как бы было законно, а как бы... Тоди мы и говорили, иначе. Незаконная мы сделаем определенные действия. Далее все. Если оно незаконное. Документы на это не законные. У вас еще молимся, идите молиться. Там хоть Романа... Знаете, есть определенные люди, которые хотят найти правду, а некоторые хотят проследить какие-то инфематики. Я не понимаю. З собою ведите, будь ласка, переводчика. Я не понимаю. А вы не понимаете, то идите собою, если вы... Вы понимаете украинскую мову? Чому вы тут живете? А кто у нас? Запрещено? Российская мова? А кто вы такие? А? Да. Но вы используете ее, будь ласка, в себе дома. А как ваше имя? Где вы живете? На Тавиловке. Матавиловка, это червона, и в Великом Матавиловке. Давайте убейте меня, если я тебя достал. А вы, Геннадьевич, как ваша фамилия? Где вы живете? Это, конечно, кто не ткнет спиртами. Ни от кого не ткнет спиртами. Вот от него, так что с тобой? Товарищи, если вы провокатель, недалеко вокзал, поезд, Москва, там вы приехали. А вы не знаете, но там Москва. Ну, такие вы тут живете, а вы не знаете, на что ты приведешь. Я ухожу в церкви Московского подъезда. Вот так иди туда, что тут стоите? На церкви Московского подъезда. Да? Да. Иди туда, до свидания. А вы так холкиевского подъезда, Холкиевского подъезда. Ну, если вы тут живете, а меня не знаете, значит вы провокатор, и вы начинаете тут... Ну вот, а вы говорите, кто сеет? Кто сеет? Вы меня не знаете, живете и тут не знаете, 19 лет. Иди с Богом. что вы обучаетесь? Почему? Филарин? При этом на нафиг. Вы об этом знаете? Вот там выход и перест... Знаете? Знаете? Бежи до Гундяева, там с нами уши. Вот видите, вы веруете человеку, говорите такие гадости. Что я гадко вам сказал? Мне кажется, вы должны совершенно... Как вы, определённо. Да? А почему вы так решили? Не знаю, это моё субъективное мнение. Я вам хочу сказать, что новое дело. Не знаю, я не хочу. Не знаю, я вам сказал, я вижу славу. Давай, не забудьте, не бойтесь. Санька, это же вы, не надо. Да нет, не надо. Вот эти комички. Братите себя? Да, нормально. Слава Украине! Героям слава! Пацаны! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОЮТ 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 НА КАНАЛ